Казахстан Казахстан Главный город Казахстан Они что прошли через Шимкент Из Узбекистана через границы Из Оренбурга с севера Из России они прошли Они были в Казахстане Они международные Потому что он сказал Якова они готовились где-то зарубежать Это куром на смех И мы понимаем Что была некоторым образом Обеспечена платформа Для подготовки Представления этих действий Как угроза стабильности В стране Которую нужно было продать Ну хоть как-нибудь Как бы не огреть Такая сделана Это крайне неловко Потому что ему было очень Срочно сделано предложение От которого он не мог отказаться Я имею в виду вести войска Помощь организации договора О коллективной безопасности Президент Казахстана Запросил 5 января И уже на следующий день В страну прибыли 2,5 тысячи военных из России Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана Их всех направили в Алматы Силы ОДКБ Совместно с казахстанскими военными Взяли под полный контроль Аэропорт Сообщила Минобороны России В ОДКБ называют свою миссию Миротворческой Публичные заявления на этот счет Правда пока делал Лишь Александр Лукашенко Мы в Казахстан пришли не убивать И даже не воевать Мы люди мирные И наши военнослужащие Также мирные люди Мы пришли туда для того Чтобы помочь им Да-да-да Вот войск на территорию Казахстана Вызвал неоднозначную реакцию В США заявили, что сомневаются В необходимости таких мер В Бешкеке накануне прошел митинг Против отправки военных В соседнюю страну Ряд политических экспертов уверены, что и в России Решение властей об отправке войск Пусть даже с миротворческой, как говорят власти миссии Не будет массово поддержано Люди сейчас Любое действие, неоднозначное действие власти Интерпретируют против этой власти Поэтому вот эту историю Люди воспримут очень негативно Как Россия выступила в роли Такого жандарма Для среднероссийского обывателя События в Казахстане совершенно понятны Ну, подняли цену на газ Народ возмутился Россияне, в принципе, сочувствуют восставшим В этой ситуации, когда вдруг Значит, на помощь этим олигархам Которые грабят народ Казахстана Значит, Путин бросает свои войска Ну, симпатизировать Путину Мало кто будет Нет! Нет! Всю неделю в ряде регионов Казахстана Не утихали акции протеста Тысячи людей вышли на улицы Сначала выступая против повышения цены на газ А потом против власти, которую считают виновной в бедности и безработице в стране Он назвал нас бандитами Против террористов Мы не бандиты, мы не террористы Мы сами участники этого митинга Всему миру распространите, что в нашем Казахстане процветает коррупция У нас Казахстан превратился в частное предприятие Назарбаевых Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за все время протестов Ни разу не появлялся на публике и не делал никаких заявлений Такаев сместил его с должности главы Совета безопасности страны И назначил на нее самого себя Местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана И члены его семьи покинули страну После последних минут от российского Минобороны Российская часть миротворческого контингента Продолжает прибывать в Казахстан В их числе ульяновские десантники Переброска осуществляется военно-транспортными самолетами С аэродромов в Московской и Ульяновской областях На борту личный состав, техника и вооружение После того, как в Казахстан прибыли первые подразделения Ситуация стала постепенно стабилизироваться Большая часть Алматы под контролем правоохранительных органов Новость из Алматы Там сегодня во время спецоперации Полицейские задержали криминального авторитета Армана Джумагильдиева По кличке Дикий Арман Созданная Минобороны России Воздушная группировка из более 70 самолетов Пил-76 И пяти Ан-124 Круглосуточно перебрасывает подразделения Российского контингента миротворческих сил ДКВ В Казахстан Сейчас продолжается контртеррористическая операция Уже задержаны более 4 тысяч человек Тем, кому будет предъявлено обвинение в терроризме Грозит пожизненное заключение Ну а с теми, кто сдаться не пожелает Как с террористами Никаких разговоров быть не может Об этом заявил президент накануне Их нужно уничтожать И это будет сделано в ближайшее время Силы правопорядка Морально и технически готовы к выполнению данной задачи Народ митингует абсолютно мирно Но со стороны диктаторского режима Назарбаева, Тукаева Они создают провокации Используют комитетчиков, силы КМБ Поджигают машины, ломают и так далее Я знаю наших людей Все обычно Ну никто не может взять и выйти Просто автомат профессиональный взять и начать стрелять Но это нужно быть дураками Это делается для того, чтобы разлад в стране Чтобы люди, которые сидят дома Были запуганы И они уже не выйдут на мирный митинг Они уже боятся И самое главное, что это была не организованность Откуда-то Как вот сейчас Тукаев вещает, что это извне Там что-то такое Нет Там было видно, что В ходе самого протеста возникли некоторые люди Какие-то фигуры влияния среди своих рабочих Потому что есть протестующие на самом деле Которые были изначально И которые сегодня попадают в основном под молотки Потому что они до сих пор протестуют Уже теперь против ввода ОДКБ Люди выходят на площадь, а их убивают Уже перемешивая с мародерами А есть мародеры И вот это как раз очень организованные люди были Именно эти люди Криминальные и спортсмены Они были вот в Алма-Ате в качестве мародеров Президент Тукаев ввел по всей территории страны режим ЧП И 5 января обратился к организации договора о коллективной безопасности С просьбой о помощи в разрешении сложившегося кризиса Подразделения России и Беларуси уже прибыли в Казахстан Ядром сил ОДКБ в Казахстане станет российский контингент 2500 десантников Это подразделение участвовало в войне в Чечне в 2000-м В войне в Грузии и аннексии Крыма в 2014-м Для переброски личного состава и техники российская Минобороны Задействовала около 50 транспортных бортов Другие члены организации направили в республику От 70 до 200 военнослужащих воздушно-десантных войск Которые уже приступили к выполнению поставленных задач В пятницу Мухтар Аблязов Самопровозглашенный лидер казахстанской оппозиции Призвал западные страны Активнее участвовать в разрешении кризиса В Центральной Азиатской Республике Заявив, что в противном случае Россия попытается восстановить Некое подобие Советского Союза Армения, 70 солдат, Кыргызи, 100 солдат Это видимость Мы же все знаем, что это фиговый листочек Который прикрывает Говорит, что вот Армения, Белоруссия Нет России, нет ДКБ Поэтому мы должны прямо говорить Это Россия Это оккупация со стороны России Если Европа и Америка не будут Сама себя обманывать Говорит, что они просто вели небольшой контингент Чтобы навести порядок А знать реальную картину лицом к лицу Тогда они будут правильно реагировать Если нет, то Казахстан превратится в Беларусь И Путин будет методично реализовывать свою программу Построение похожей структуры, как Советский Союз Мы просим наше государство одуматься Не вводить войска Это самое важное для Казахстана Как и для Украины, и для Белоруссии, и для Кыргызстана Каждая страна разберется со своими внутренними проблемами Пожалуйста, оставьте наш народ в покое Казахстан в состоянии решить Что там происходит У нас есть милиция Это все можно решить Самостоятельно В Алайзе должен начать открытый, честный, справедливый диалог с народом Призыв к странам УДКБ и обращение, я считаю, это посягательство суверенитета нашей республики Наш народ перетерпел слишком много боли Пролито очень много крови, чтобы получить эту независимость И это внутренняя разборка Тухаев не имел права просить помощи у стран УДКБ Я из Беларуси И мне на самом деле очень стыдно за действие нашего режима Потому что они отправляют войска в Казахстан Убивать мирных жителей Я не могу понять, почему нашему монстру не хватает крови нашей Что им понадобилось еще чужого народа В общем, казахи, держитесь Мы вас очень поддерживаем Алга, Казахстан Заберите войска Спасибо Нам не нужны силы, которые будут убивать наш суверенитет Мы справимся со всеми проблемами сами Мы здесь только потому, что мы вынуждены были уехать из Казахстана По разным причинам Но мы все готовы вернуться в свободный Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok